Ребята, всем привет! Сегодня день горняков и металлургов. Это профессиональный праздник нашего города. У нас город металлургов, горняков и шахтеров. Шахтеры будут отмечать свой профессиональный праздник через месяц, а горняки и металлурги гуляют уже сейчас. Мы отмечаем этот праздник широко и с размахом. Вчера у нас чествовали ветеранов, передовиков, людей достойных уважения. Им дарили подарки, ценные призы, денежные вознаграждения, для них были концерты. В общем, очень интересно было, очень трогательно. А сегодня, сегодня у нас масштабный праздник по всему городу. По всему городу в разных местах будут большие концерты с привлечением звезд эстрады. Будут фейерверки, будут сумасшедшие салюты. Ну, в общем, город живет. Наши люди умеют тяжело работать, работать в очень опасных условиях, нелегких, можно сказать, за что им низкий поклон. Я искренне, от всей души поздравляю своих земляков и не только, всех горняков и металлургов по всему миру. Я поздравляю вас с этим профессиональным праздником. Я желаю вам крепкого здоровья. Я желаю вам покоя вашим семьям, достатка, радости. В общем, всех земных и неземных благ. Вы этого достойны. Люди тяжелого физического труда. Низкий вам поклон за ваш труд, за ваши достижения, за ваше терпение. Ну, и просто за то, что вы есть. Сегодня, ребята, вот такой вот психопсис. Моя семья, она вся состоит из металлургов. Я сама работаю на горнообладительном комбинате. Мой сын, мой муж, моя сестра, племянница. В общем, вся моя семья, мы шахтеры и металлурги. Отец мой был шахтером. Мать моя, конечно, она в машиностроительной отрасли. Ну, тоже, это то же самое. Вот. С праздником вас, дорогие мои. Ну, а сегодня психопсис. Я отношусь к тому типу людей, которые считают, что психопсисов много не бывает. Он имеет очень крупные цветы. Вот такие вот замысловатые. Ни на кого не похожие. Никогда ни с кем вы не спутаете психопсис. Он имеет револьверное цветение. Цветает один цветочек, вырастает следующая почечка. И так он цветет, цветет и цветет. Вот этот мой психопсис уже цветет несколько месяцев. Сегодня мы будем с вами пересаживать уже третий психопсис. Вот я уже приготовила все для его посадки. Психопсис это анцидиум. Поэтому и посадка должна быть соответствующая анцидиумам. То есть, это должен быть некрупный грунт. Одновременно и влагоемким, и воздухопроницаемым. Листья он имеет довольно-таки жесткие. Резома у него короткая. Но растет он лесенкой вверх. Это нужно учитывать при посадке анцидиумов. Я выбрала небольшой горшочек. Горшочек должен быть обязательно соответствующий корневой системе. Не маленьким и не большим. Если горшочек будет слишком маленьким, ему, сами понимаете, некуда расти. А если слишком большим, значит, корни будут быстро загнивать. На стенках горшка, я считаю, всегда должны быть дренажные отверстия для лучшей вентиляции воздуха. На дне горшка я уже положила керамзит, кусочки угля, ракушки. Подсыпала вот таких вот крупных кусочков коры. И теперь буду размещать свое растение. Ни в коем случае нельзя подворачивать корни. Корни нужно заводить в горшочек очень аккуратно. Вот так вот прокручивая, чтобы корешочки распределялись по краю горшка. Корни у него тонкие, ломкие. Я его очистила, он рос в таком спрессованном мхе. Я его очистила. Ну, как вы можете видеть, есть одни гулые тяжи, потому что снялся виламин. Я эти тяжи не удаляла. Не по той причине, что они будут кормить мою орхидею, а по той причине, что с помощью этих тяжей эта орхидея будет держаться в этом горшочке, пока она не укоренится и не закрепится самостоятельно сама в своем горшке. Эти корешочки, они со временем отомрут, ничего в этом страшного нет. Это симпадиальная орхидея, поэтому мы ищем, откуда начался рост. Это неделенка, это полноценное растение. Вот ее детские псевдобульбочки, которыми мы размещаем орхидейку ближе к краю горшочка. Вот так ее придерживаем, распределив корешочки по краешку и начинаем засыпать. Изначально сверху корешочки я присыпаю относительно крупными кусочками коры, кусочками угля, в общем, что попадется. Камушками керамзита. Грунт можно составлять из чего угодно. Это может быть кора мелкой фракции с перлитом, это может быть кора мелкой средней фракции с добавлением мха сфагнума, кусочков чипсов. В общем, главное, чтобы грунт был не слежалым. У меня в грунте будет принимать участие кора мелкой и чуть крупнее фракции, потом немножечко резаного мха и у меня еще оставалось чуть-чуть, можно сказать, мусор с корней папоротника. Вот я сюда его и засыпаю. Можно, если, допустим, вы используете одну кору, то можно чуть-чуть, совершенно чуть-чуть добавить торфа или кокосового грунта. Ну, чуть-чуть, буквально капельку. Вот так вот просто аккуратно ее подсыпаю, свою орхидейку. В никаком случае не утрамбовываю. А вот так просто пристукиваю горшочек и распределяю грунт. Учитывая, что эта орхидейка растет как лесенка, поэтому заднюю ее бульбу я чуть заглубила, но и грунта туда, соответственно, с этой стороны меньше засыпаю. Горшочек резома должна находиться над корой. Не надо ее закапывать, закапываются только корешочки, а псевдобульбочки должны оставаться на коре. Вот сюда, под вот эту растущую бульбу, я вот так вот подложу кусочек пенопласта. Пенопласт будет и бульбочку придерживать, пока она укореняется. У нее есть там один растущий, один-единственный растущий, молодой корешочек. Вот вся надежда на корни этого молодого роста, что они разрастутся и будут хорошо подкармливать все остальные. Не пугайтесь, у психопсиса псевдобульбочки такие вот коротенькие и очень сморщенные. Не нужно пытаться их отпаивать. Вот я в некоторых группах читаю на фейсбуке, ой, купила психопсис, такие псевдобульбочки сморщенные, нужно ее отпаить. Не нужно ее отпаивать, это специфика этих псевдобульб, они такие и есть, чуть сморщенные. Своим отпаиванием вы просто знаете корни. Это ансидиум, поэтому полив его должен осуществляться по мере просыхания грунта, то есть полная просушка грунта. Грунт высох, только потом мы поливаем эту орхидейку. Моя орхидейка вот хорошо разместилась в горшочке. Эту новую псевдобульбочку подпертую пенопластом я так и оставляю, а поверх грунта я просто положу немножко веточек карпатского мха сфагнума, чтобы сверху не сильно испарялась влага. Грунт у меня воздушный, легкий, чтобы влага не сильно испарялась и знаете, собственно говоря, мох получается немножечко придерживает мою орхидейку, пока она будет укореняться. поливать я ее сегодня не буду, потому что когда я размачивала мох, она была хорошо мокрая, корни пропитались. Я ее пролью завтра дня через пролью просто, чтобы намочить грунт. Корешочки очень тоненькие, чтобы они не высохли. Эти корни это азиатская орхидея, корни привыкли к всегда влажному мху, поэтому пугать сразу сухостью, орхидея, росшая во мхе, не стоит. Ее нужно держать относительно влажной и с каждым месяцем, как говорится, выводить ее на тот полив, который вам нужно. А изначально нужно ее поливать поливать, мере просых просых и поливать, потому что вы сами понимаете, орхидея, выросшая во мхе, постоянно влажная мхе, она привыкла к таким условиям. А уже с каждым месяцем вы выводите ее на тот полив, который вас больше устраивает, то есть сокращая, вернее всего, увеличивая время между поливами. Эта орхидейка очень неприхотливая, как я уже сказала, у нее очень жесткие листья, значит, она выдерживает открытые лучи солнца, она приветствует открытые лучи солнца, только не полуденные, а утренние или вечерние. Ей не нужно больших перепадов температур, перепад температур 4-5 градусов, которые получаются естественным путем, ей вполне достаточно, она не требовательна к высокой влажности воздуха, ну и в общем, в общем, так, цветет она, как только выпускает стрелку, цветет она потом очень долго, за счет того, еще раз повторюсь, что у нее револьверный тип светения, очень красивое зрелище, очень, вот так, видите, держится моя орхидейка, за счет мха, за счет того, что подперто немножечко пенопласта, не нужно никаких палочек, ничего, держится она в горшочке довольно-таки прилично, ну что, друзья, еще раз всех с праздником, желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, самое главное, успехов, удачи, красивых цветов, любви, взаимопонимания в ваших семьях, с вами была Марина, канал Орхидушки и мы, до новых встреч, друзья, пока!